Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С вами Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Непогода. На Чувашию обрушился сильный ураган. Готовься они летом. В Чебоксарах обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Молодым дорогу. Ученые-химики Чувашского государственного университета получили грант президента России. Сегодня на Чувашию обрушился сильный ураган. Шквалистый ветер, сильный ливень. Непогода бушевала несколько часов. В Чебоксарах в разных районах ветер с корнями вырвал деревья, свалил заборы и временные опоры. В Кугесе не устояла остановка общественного транспорта. В Красноармейском и Урмарском районе ветер сорвал крыши с домов. По сообщениям очевидцев, скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По данным республиканского МЧС, пострадавших от стихии нет. В ряде районов из-за обрывов линий электропередач населенные пункты остались без электроэнергии. Проводятся аварийно-восстановительные работы. В ликвидации последствий непогоды задействовано 85 человек и 35 единиц техники. В Чебоксарах вновь обсудили правоприменительную практику Приволжского управления Ростехнадзора. Совещание в расширенном составе в этом ведомстве проводят несколько раз в год, чтобы выявить проблемные моменты. Одна из главных тем нынешней встречи – подготовка к осенне-зимнему периоду. Этой зимой без аварийных ситуаций не обошлось. Специалисты Ростехнадзора выдали десятки предписаний руководителям организаций. Чтобы минимизировать сбои, готовиться к отопительному сезону необходимо уже сейчас. В ведомстве отмечают, что далеко не все объекты энергетического комплекса соответствуют современным стандартам. Под контролем Приволжского управления Ростехнадзора находятся Чувашия, Татарстан и Мариэл. Показали, что были аварийные ситуации. Обратили внимание, почему эти аварии произошли. Анализ этот довели и, соответственно, показали узкие места, куда нужно смотреть прежде всего. И на что нужно потратить финансовые вложения, финансовые вливания. В то же время ведомстве отмечают, что в республике серьезных нарушений во время отопительного сезона удалось избежать. На совещании обсуждали и как предотвратить аварии на производстве. С начала года специалисты Ростехнадзора выявили свыше тысячи нарушений. В основном вопросы правоприменительной практики. То есть, почему мы, находясь на предприятии, приходя на предприятие, повторно привлекаем юридические лица и должностные к ответственности. Ну, тут все очень как бы прозрачно. Мы приходим на предприятие, выдаем предписание, ставим сроки. И, естественно, после течения сроков мы приходим снова на предприятие правовое выполнение ранее выданного предписания. Если что-то не выполняется, мы просто привлекаем к ответственности. Обещанного четыре года ждут. Аварийный дом по адресу Петрова 9 в Чебоксарах признали непригодным для проживания еще в 2014 году. Напомню, один подъезд в нем треснул от фундамента до крыши. Жильцы были переселены, дом давно снесли. И вот сейчас строительство вышло на заключительную стадию. Выездное совещание на объекте провел заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов. В новой многоэтажке уже завершили кирпичную кладку, установили пластиковые окна и закончили прокладку сетей наружного электроснабжения. Дело за благоустройством прилегающей территории и отделкой. Наружное благоустройство. Здесь немножко в проектной работы вносятся изменения. Тут дополнительно кустарники, вот эти все вещи хотим добавить. Ну, чтобы было какое-то обустройство, комфорт для людей создать. Из наручных работ осталось, значит, благоустройство. И внутренние работы, это внутренние инженерные сети, которые сейчас ведутся работой. Они будут завершены в августе. И отделка. Что касается отделки, то сейчас здесь продолжаются электромонтажные и кровельные работы. Рабочие занимаются системой отопления, водоснабжения, идет монтаж лифтов. После того, как дом введут в эксплуатацию, собственники жилья получат в нем квартиры взамен утраченных. Правда, с доплатой. Общая площадь нового дома составляет более 12 тысяч квадратных метров. При этом для переселенцев предоставляется, вернее, для бывших собственников старого жилого дома, аварийного дома, предоставляется более 150 квартир. Общая площадь более 3,5 тысяч квадратных метров жилья. Здесь хочу отметить, что все квартиры предоставляются бесплатно и предоставляются в чистовой отделке. В случае, если между снесенной площадью и вновь предоставляемой площадью в новом доме имеется разница в квадратных метрах, то, соответственно, собственники вносят доплату, исходя из размера около 30 тысяч рублей за квадратный метр. По заверениям подрядчиков, жильцы смогут переехать в новый дом и исправить новоселье в сентябре этого года. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Президентские гранты молодым ученым. Сотрудники Чувашского государственного университета получили грант президента России. С молодыми химиками встретилась наша съемочная группа. Сергей Федосеев и Константин Липин – оба химики. Не первый год они преподают в стенах Чувашского государственного университета. Чтобы получить грант президента страны, молодым ученым пришлось провести в лабораториях родного вуза много дней и даже ночей. К примеру, Сергей Федосеев последние полтора года занимается синтезом новых биологически активных соединений. Уверен, в дальнейшем его разработки пригодятся, чтобы усовершенствовать некоторые лекарственные препараты. Мы получаем вещества какие-то органические и проверяем, как они действуют, например, на бактерии стафилококка, например, как они действуют на палочки коха, на возбудителей туберкулеза. То есть будут подавлять или не будут. Если будут подавлять их рост, соответственно, дальше в этом направлении можно уже работать. Каждый день мы получаем новые соединения, которые в природе, в жизни, они неизвестны. То есть мы действительно получаем новые вещества. А вот химик Константин Липин долгое время работает над тем, чтобы улучшить качество фотобумаги. Это совершенно новая, да, оригинальная разработка. Идею почерпнул у японских коллег. Они используют похожие вещества для получения фотобумаги, которая не будет выцветать. Вот посмотрел на их вещества, они очень похожи на мои соединения. И решил, что мои соединения тоже могут выступать в качестве поглотителей ультрафиолета. Каждая разработка отмечена денежной наградой в 600 тысяч рублей. Выплачивать ее будут два года. Сегодня без всякого преувеличения в жизни коллектива Чувашского государства университета. Важное, ответственное и в то же время приятное событие. По целому, по Фрилосскому федеральному округу 77 молодых ученых были удостоены. Гранты президента Российской Федерации. В том числе два ученых, я вот сегодня уже говорил Андрею Юрьевичу, по складывающейся в последнее время традиции, это ученые и химики. Это большая честь для любого вуза. Потому что очень многие никогда не удостоверились такой чести. Их молодые коллеги, их молодые питомцы. У нас это стало системой. Какой был конкурс? Ну, знаете, примерно, бывает 4-5 человек на место. Причем у всех есть научный заделок, у всех есть результаты научные. Ректор ЧГУ также отметил, что для тех, кто действительно хочет развивать научные исследования, в вузе созданы все необходимые условия. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Республика. Сегодня российские школьники сдавали ЕГЭ по математике. По всей стране было организовано более 5000 пунктов проведения экзамена. В Чувашии, по предварительным данным, единый государственный экзамен по математике сдали более 5000 учащихся. Работа по математике базового уровня включала 20 заданий. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособорнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля. А 1 июня в детских оздоровительных лагерях республики начнется первая смена. Школьники уже ждут, не дождутся этого момента. А взрослые, вожатые и другие сотрудники лагерей готовятся сделать этот отдых полезным и безопасным. В Чебоксарах представители детских загородных организаций собрались за круглым столом вместе с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы обсудить вопросы безопасности. За безопасность детей в лагере прежде всего отвечают вожатые. Перед работой они проходят специальную подготовку. Но даже при самой тщательной подготовке в лагере могут произойти непредвиденные ситуации. Поэтому к началу лагерной смены готовятся и правоохранительные органы. Все загородные оздоровительные лагеря у нас оборудованы системами видеонаблюдения и заключили договоры с частными охранными предприятиями. То есть работа по обеспечению безопасности отдыха детей проведена огромная. В детские лагеря, прежде чем открыться, проходит множество проверок. Особое внимание не только к вожатым, но и ко всем сотрудникам. Так у всех работников лагеря должны быть справки из информцентра об отсутствии судимости. Вы должны быть уверены, что, скажем, в своем сотруднике, которые работают уже с детьми. То есть, сами просьба лично посмотреть и убедитесь, что действительно у всех ваших сотрудников документы в полном порядке. Свои требования к загородным лагерям и у Роспотребнадзора. На территории отдыха детей не должно быть бродячих кошек и собак. При их наличии руководство оштрафуют. Можно завести кошку, но после того, как она пройдет ветеринарное обслуживание. Имея все документы, подтверждающие, что кошка неправильная, привитая, так же, как и собака. Все прививки сделали, пожарный скобок размещается. Оборудуйте домик специальный, чтобы она не гуляла по территории. За круглым столом обсудили и вопросы пожарной безопасности. Этому сейчас уделяется особое внимание по всей России. Команда юных инспекторов дорожного движения «Чувашия» стала призером всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Конкурс проходил в Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Орленок». Команду «Чувашия» представляли юные инспекторы движения из Вурнарского района. По итогам всех конкурсных испытаний команда «Чувашия» заняла шестое общекомандное место среди 84 команд субъектов России. К другим новостям. В столице Чувашии открылся Центр казахстанской литературы и культуры. Он расположился в Национальной библиотеке. Историческая, научно-популярная и художественная литература Республики Казахстан появилась на полках в нашей Национальной библиотеке. А это более 200 книг казахских поэтов и прозаиков. Среди них есть и труды президента Республики Нурсултана Назарбаева. Кстати, подобные центры уже открылись в 21 стране мира. Целью нашего проекта является популяризация информации о Казахстане, об экономике, об истории, об искусстве, о традициях казахского народа. Я думаю, что книга как инструмент культурной ценности, она позволит всем читателям, всем искушенным читателям узнать побольше информации о казахах. На встрече Национальной библиотеки Казахстана и Чувашии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере библиотечно-информационного сотрудничества. Выразили надежду и на успешное творческое взаимодействие двух народов. В Чебоксарах впервые прошел чемпионат по чтению среди обучающихся третьих-четвертых классов. Награждение победителей и финалистов состоялось в Национальной библиотеке Чувашии. Поколение читающих мыслящих детей – это основа нашего общего успешного будущего всей страны. Чемпионат по чтению в первую очередь рассчитан на то, чтобы вернуть интерес к чтению у подрастающего поколения. По правилам конкурса участники читали вслух на время и без подготовки выбранной организаторами отрывки из книг. Перед жюри стояла непростая задача. Они оценивали участников по нескольким критериям. Это количество прочитанных слов в минуту, правильность, выразительность и осмысленность чтения. В чемпионате приняли участие 600 обучающихся третьих-четвертых классов 44 школ города Чебоксары. Ученица четвертого А-класса школы номер 29 Карина Шишина конкурса готовилась очень серьезно. Свои силы попробовала после совета школьного педагога. Она стала победителем. Когда я узнавала о результатах, я немного разочаровалась, потому что я прочитала меньше слов, чем в школе. Все равно выиграла. Все равно выиграла. Победители вручили главный приз чемпионата – гироскутер. Также поощрительными призами и дипломами за достигнутый высокий результат были награждены 50 финалистов чемпионата. Олеся Русакова, Андрей Иванов, Республика. Детский сад. Мир любви, заботы и внимания. На Всероссийской выставке «Смотре» детские дошкольные учреждения города Чебоксары представили нашу республику. В итоге сразу 11 детских садов столицы Чувашии вошли в число 500 лучших детских дошкольных учреждений России. Конкурсная комиссия высоко оценила работу чебоксарских педагогов. Попавшим в топ-500 учреждениям помогут с оснащением материально-технической базы. Уже несколько недель в столице Чувашии проходит фестиваль конкурса детского творчества. В нем принимают участие воспитанники детских садов и их педагоги. Сегодня выступили таланты 145 и 95 детсадов. Вместе со всеми хлопала артистом Юлия Воженина. «Мы маленькие звезды» заявили о себе воспитанники 145 детского сада. В ярких футболках и со звездочками на груди юные таланты открыли свой концерт. Целые полчаса артисты не сходили со сцены, пели и танцевали. В свои семь лет Яна Кириллова точно знает, кем хочет стать – певицей. Как и любая артистка, Яна выступает с танцевальной группой на подтанцовке. «Мне нравится выступать на сцене, печь и танцевать, потому что я талантливая». «Раз ладошки, два ладошки, я два ладошки, я два ладошки, не звезда. Если нравится хоть немножко, вы похлопаете тогда». Эту просьбу просто невозможно было не выполнить. И зрители дружно хлопали в ладоши, поддерживая юную исполнительницу. А следом за ней на сцену влетела настоящая божья коровка. «Божья коровка, улети на небо, Божья коровка, ты тебе лепо, А еще поможет, ты и твоя песня, ты и с ними песню». «Мне нравится мой костюм. Это крылья папа принес, а бабушка и мама сделали мне костюм. Петь и танцевать. Мне все нравится. И всех я люблю». Фестивальную эстафету приняли воспитанники детского сада номер 95. И у них есть маленькие звезды. Танцем под эту же песню они начали свой концерт. «Просто, просто, мы маленькие звезды, Ой, вместе с нами танцуй, вместе с нами». 95-й детский сад пустил в ход тяжелую артиллерию. На сцене педагогический состав с покури из чувашских песен. «Чувашский вальс» В копилке номеров этого детского сада много песен и танцев под нашу народную музыку. Кстати, они единственные показали чувашский вальс. До гола концерта фестиваля осталось лишь два дня. В День защиты детей в торговом центре Мадагаскар самые яркие участники покажут свои номера. И, конечно, определиться лучше из лучших. Детский сад победитель получит кубок фестиваля и шведскую стенку в подарок. А мы, в свою очередь, покажем их выступление в эфире национального телевидения «Чуваши». Юлия Важенина, Игорь Зверев, «Республика». Это все новости на сегодня. До свидания.